Немного истории. В прошлом году в год педагога и наставника Тувинскому институту развития, образования и повышения квалификации было присвоено имя Регины Рафаиловне Бегзи. Она являлась директором учреждения с 1953 по 1959 годы. Благодаря ей многие педагоги и наставники института получили необходимые знания и навыки для успешной карьеры в области образования. Дело Регины Бегзи, её принципы и ценности продолжают жить и развиваться. Она работала по методике преподавания русского языка в тувинских классах. Она работала во второй школе. Она учила нашу первую тувинскую интеллигенцию. Её учениками были наши великие учёные Юрий Аранчин, Экинин Лапсан, Юрий Кунзегейш, Степан Сарагов. Такие выдающиеся люди. В начале мероприятия педагогам показали фильм «Эки Башки», где отражены воспоминания тех, кто имел честь быть в числе близких для Регины Бегзи людей. На педагогических чтениях были представлены различные доклады и презентации, посвящённые жизни и деятельности Регины Рафаиловне Бегзи. Также обсудили вопросы развития системы образования в республике. К примеру, учитель русского языка и литературы школы номер два города Кызылы выступила с докладом об отно-культурном компоненте как средстве воспитания на уроках русского языка. Я делилась тем, что данный компонент обязателен на уроках русского языка, потому что мы должны воспитать человека, который знает свои традиции, который гордится своей нацией и тем самым он будет терпимым, гуманным по отношению и к другим нациям. Регина Рафаиловна Бегзи была не только уважаемым преподавателем, но и лидером, вдохновителем в сфере образования. Её признанный авторитет и подход к обучению остаются актуальными и мотивируют новые поколения педагогов. Доклад учителя сельской школы был посвящён теме Регины Бегзи как основоположник методики преподавания русского языка в туинских школах. В своём докладе я перечислила из многочисленных её работ. Самое главное, которое касается моей работе, это методика преподавания русского языка именно в туинской школе. В частности, это методика преподавания русских местоимений в пятых-седьмых классах туинской школы. Мероприятие также стало площадкой для обмена опытом по прохождению педагогической практики. Вообще педагогическое чтение у нас называется «Самообразование педагога. Путь к профессиональному росту». В Кахемской школе у нас три секции. Это реализация современных образовательных технологий, при реализации в ГОС. Внеклассная и внеурочная работа в образовательной системе и самообразование путь повышения профессионального мастерства. Здесь у нас проходит площадка «Этнокультурный компонент формирования туинско-русского и русско-туинского двуязычия». Третья площадка – это Регина Рафаилна Бегзи, методист и наставник. И четвёртая площадка – это воспитание и образование в наследие классиков педагогической науки. Педагогические чтения, посвящённые столетию народного учителя Тувы, стали важным шагом в деле сохранения и продвижения педагогического наследия выдающихся учителей, таких как Регина Рафаиловна Бегзи.